Человек, который был учеником Эйзенштейна, работал с Мерхольдом, который умел быть величайшим организатором дела в мире кино, и который не мог справиться с своим неуёмным темпераментом. Он влюбился в молодость, в чистоту, осознавая бескорыстность Люды Марченко и не знал, что ему делать. Он ездил к её матери, вёл с ней разговоры, мать сказала ему, мне 45 лет, я бы за вас не вышел замуж, потому что вы для меня старик, она ещё девочка. Он с палкой, с грохотом ушёл из квартиры матери Люды. Иногда он врывался, как сумасшедший, ревнуя её в квартиру Люды Марченко, рвал фотографии, устраивал там самые настоящие погромы, летела посуда. А она на все его предложения отвечала полуулыбкой, в которой было слово «нет». Потому что в это время она влюбилась. И влюбилась очень сильно. Валентина Березина. Он был геолог, очень мужественный, очень привлекательный. Он работал в Подмосковье, в какой-то геологической партии, довольно долгие годы провёл за границей. Она не была его официальной женой. Это был гражданский брак. Он длился 6 лет. Поначалу всё было замечательно. Он появлялся, уезжал, появлялся, уезжал. Она его ждала. У неё уже была своя квартира, ещё не было никакой мебели. Но к ней приходили друзья, которые были так же, как и она, зависимы от режиссёров, которые снимались мало, не были в достаточной степени интеллигентны и любили пить. И постепенно Люда Марченко начала принимать алкоголь. Банальная, обычная история. К ней приходила талантливейшая когда-то актриса, совершенно забытая сегодня, Лилия Гриценко, сестра гениального актёра Вахтанговского театра Николая Гриценко. Очень любила выпить. Которая сгубила свой талант, сгубила свою судьбу. К ней приходил Юматов. Его биография достаточно хорошо известна. К ней приходили те люди на огонёк. Потому что у неё всегда было тепло. Она замечательно готовила. Было вкусно. Было вино. Была водочка. И это согревало души тех, которые хотели сниматься. Но мало для этого делали. Божья коровка, улети на небо. Плесенье хлеб чёрного и белого только не горел. Божья коровка, улети на небо. Там твои детки кушают котли. Была, конечно, определённая группа актёров и актрис, которые занимались общественной деятельностью, вступали в партию. Талант от этого у них не прибавлялся. Никак. Но Люда Марченко была не из этого числа. Она не занималась общественной деятельностью. Она не хотела вступать ни в какую партию. Её согревала весёлая компания, которая часто собиралась у неё. И она ждала Валентина, когда он приедет. Запели песни, заиграли Мои подружки по весне. А я одна, одна в печали С тоской своей наедине Глаза закрою, вспоминаю, Как шла к тебе, Как шла к тебе, Как шла к тебе, Но меня И вот живу, А всё не знаю, За что покинул ты меня. Да как же так, Да как же так, Да как же так, Да как же можно, Меня как прутик изломать, Ведь не цветок я придорожный, Чтобы так грубо растаять. И она ждала Валентина. С ним ей было очень хорошо. А он ревновал её. Ревновал её не меньше, чем Пырев. Ревновал её не меньше, чем её первый муж Вербинка. Валентин, когда приезжал из Подмосковья, Он врывался в квартиру, Убеждённый, что он там застанет Пырево. И однажды случилось страшное, непоправимое. Он избил её, избил её до полусмерти. Он, её лицо, было искровавлено всё. Кровавое месиво, когда он остановился, Он большой, высокий, Она худенькая, тоненькая, маленькая, Еле доползла, чтобы позвонить подруге И вызвать скорую помощь. И тогда, когда он увидел, Что он натворил, Он начал плакать, извиняться, оправдываться. Приехала скорая помощь, Увезла её в Склифосовского, Ей сделали операцию, Наложили швы на голову, Лицо было абсолютно искорёжено. Была порвана губа. Это было непоправимо. Доктор, доктор, Левый, добрый доктор, И было ровно 26 лет. Когда Валентин Березин Изломал её кинематографическую судьбу. Она не выдала его милиции. Он сказал, что была автовария, Что она была за рулём. Она ещё года два после этого несчастья Прожила с Березиным. Один прекрасный день Он уговорил её поехать в Подмосковье к нему, Там, где была его геологическая экспедиция. Хозяйка избы, Где они остановились, Тихонько шепнула ей о том, Что у него здесь родился ребёнок. Что пока она снималась, Он сошёлся с одной женщиной, Которая работала в геологической экспедиции, И родила ему ребёнка. Он не хотел этого ребёнка, Но она родила. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова